В очередной раз мы готовим ленивые суши. Сейчас я расскажу, что, как и сколько стоит. Значит, первое. Такой рис мы используем. Стоит он порядка 70 рублей за упаковку. Не знаю, сколько здесь грамм. На такой упаковке здесь примерно 4 мультистакана. Грамм 400, наверное, здесь есть. Мы используем 3 мультистакана и 9 мультистаканов с водой. Варим рис при температуре 100 градусов. Это полчаса. Получается вот такая вот каша. И пока она еще горячая, начинаем намазывать на листья. Листья вот такие. Это водоросли. Стоит такая упаковка за 10 листов примерно рублей 140-150-160. В зависимости от разных магазинов. Дальше намазали мы сюда рис. Дальше накладываем сыр. Сыр вот такой вот сливочный для суши. Так он выглядит. Одной упаковки большой. Большая упаковка. Они еще маленькие бывают. Вот такая упаковка. Она стоит примерно 200 рублей. По скидке там она рублей 170 может стоить. И максимальная цена где-то рублей 240. Дальше накладываем рыбу. Рыба форель. 150 грамм. Стоит примерно от 170 до 200 рублей. Красный перец. Один красный перец стоит примерно рублей 30 сейчас. Это за килограмм 170 рублей. И один большой огурец. Используем мы от него половину. Столько вот используем. Даже это еще останется. Один большой огурец стоит по-моему сейчас рублей около 40-50. И еще по желанию можно добавить вот такую икру. Она стоит за баночку порядка 50-60 рублей. Но это не обязательно. Вот. Вообще сложно. Сейчас я все это посчитаю. Напишу на экране сколько это стоит. И сколько из этого получится в итоге по весу. Такой вот не тонкий, не средний такой промежуточный слой скажем так. Я положил. Кто не знает какой стороной лист укладывать. Здесь вот есть инструкция. Здесь все подробно написано. Как скручивать. Да. Какой стороной класть. Но я вам скажу, что есть такая вот глянцевая сторона. А есть вот такая вот шершавая сторона. На вот эту шершавую мы намазываем рис. Соответственно. Вот так вот уложили рис. Но близко к краям не надо. Потому что когда начинаем скручивать, его начинает выдавливать. То есть можно по краям чуть-чуть оставлять со всех сторон. И дальше используем сыр. Рис варится примерно 30 минут. То есть сначала доводим воду до кипения. Потом при температуре 100 градусов варим примерно полчаса. Ну там плюс-минус. Рис мы не промываем вообще никак. Уксус не добавляем. Это дешевые ленивые суши. Вот так вот сыр. Тоже простенько просто накидали. Чуть-чуть размазали. Все это потом внутри перемешается. Будет нормально. А на 4 суши у нас ушло вот примерно столько сыра. То есть чуть меньше 50%. Как раз процентов 40 я намазал на 4 листа. То есть вот оставшиеся мне надо растянуть на оставшиеся 6 листов. Намазали тонким слоем рис. На 3 мультистакана риса 9 мультистаканов воды. Обычно этого хватает либо на 10 листов, либо на 9 листов. То есть вот здесь вот достаточно много намазано. Здесь намазано поменьше. Если вот так вот поменьше намазывать, размазывать хорошо, то тогда на 10 листов гарантированно хватит этих 3 мультистаканов с рисом. То есть примерно 300 грамм. Огурец можно экономить. Огуреца можно много накладывать. Перца тоже можно много накладывать. Вот так вот я сюда накладываю в серединку маленький кусочек. А по краям по длине, чтобы резать было удобней. Рыбу тоже можно экономить. В принципе ее хватит. Единственное, что надо экономить от сыра. Потому что вот сыра на 10 листов как правило вот прям впритык впритык. То есть на 9 хватает, на 10 это надо вот аккуратненько его размазывать в небольшом количестве. Вот так вот все это мы положили. И теперь сейчас все это скрутим. И потом взвесим, посчитаем сколько у нас что получится. Ну и соответственно если добавлять еще икру, то будет еще более нажористым. Поэтому если вы берете икру и 150 грамм форели, то этого по-любому вам на 10 листов хватит. И огурца хватит, и перца хватит. Главное это сыр. Сыр это самый такой ценный ресурс, скажем так. По результату мы имеем... Сегодня я хорошо все размазывал. Осталась одна ложка риса. Сейчас будем ее есть отдельно. Сыр конечно весь ушел. Рыба вся ушла. Перец весь ушел. Огурца осталось дофигища. Икры осталось примерно половина. У нас получились вот две такие здоровые, просто гигантские. Их надо сейчас будет немножко заморозить с икрой. Это 700 грамм. Вот эти две штуки весят 700 грамм. И у нас получилось вот таких вот 8 штук сушен. Они весят еще килограмм 800. То есть у нас 2,5 килограмма суши получилось вот за все те деньги, все те продукты, которые я перечислял. Сейчас они у нас остынут. Мы вот эти маленькие нарежем. А вот эти две здоровые еще дольше будут застывать, потому что их резать будет неудобно. Ну вот в результате у нас килограмм 800 грамм. Это вот эта вот у нас огромная тарелка. Мы используем разный соевый соус. Стоит он от 30 до 100 рублей за бутылочку. Разные виды. Мы не используем васаби. Мы используем хрен с васаби. Он прикольный. Он не настолько острый, как васаби. И действительно вкусный. И еще имбирь маринованный 400 грамм банка стоит около 100 рублей. В итоге 2,5 килограмма суши хватает примерно человек на 6, чтобы полностью наесться.